МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненецкого автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса собраний депутатов Ненецкого автономного округа местных советов. И в этом выпуске. В Ненецком автономном округе подвели итоги предварительного партийного голосования партии «Единая Россия». Кандидаты партии представят наш округ на выборах Государственную Думу 8-го созыва, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. На заседании комиссии по экономической политике и бюджету в собраниях депутатов Ненецкого автономного округа обсудили вопросы, связанные с субсидированием авиаперевозок. Депутаты регионального парламента поздравили с окончанием школы выпускников Ненецкого автономного округа, побывав на праздниках последнего звонка в школах Нарьинмара. Явка на предварительное голосование «Единая Россия» составила более 12% от общего числа избирателей региона. По предварительным данным, это выше, чем в среднем по России. В партийном праймере спобедил действующий депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Коткин и депутат Архангельского областного собрания от Ненецкого округа Михаил Кисляков. Праймерис завершился очным голосованием в населенных пунктах округа 30 мая. Впервые в этом году принять участие в партийном праймере «Единая Россия» можно было в режиме онлайн в течение недели с 24 по 30 мая, предварительно при этом зарегистрировавшись на интернет-платформе партийного ресурса. Всего зарегистрировались 3297 человек или 9,5% от общего числа избирателей региона. Очно можно было проголосовать сельским жителям на 18 счетных участках в центральных усадьбах Заполярного района в последний день голосования 30 мая. Убедительную победу на предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу одержал действующий депутат Государственной Думы Сергей Коткин. Он получил 2061 голос избирателей, из них 912 голосов в Заполярном районе и 1149 в городе. У Анны Булатовой 957 голосов в целом по району и городу Нарьинмару. За Андрея Попова проголосовали 837 человек, за Сергея Рочева 796. В голосовании по партийным спискам победу в праймере содержал Михаил Кисляков. У него 1585 голосов. Из них 859 он набрал в Заполярном районе и 726 в городе. Далее идут Герман Сопочкин 1183 голоса и Наталья Латышева. Она получила 741 голос. 31 мая в Нарьинмаре в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошло заключительное заседание организационного комитета по проведению партийного праймерис, где подвели итоги голосования. Было проведено 10 заседаний от комитета по проведению предварительных выборов. Рассмотрено 37 вопросов. К участию в голосовании на правительстве «Единая Россия» у нас вышло 11 кандидатов по федеральному округу и по одномодатному 9 кандидатов. Было также представлено молодежь, то есть это люди в возрасте до 35 лет, 5 человек. Практически все кандидаты до этого имели уже опыт участия в различных выборных кампаниях. И мы вышли на финиш. Должен сказать, что выборы были проведены на высочайшем уровне, нарушения не зафиксированы. Все прошло хорошо. Работали по смешанной системе, то есть у нас шло голосование электронное в онлайн. И в 18 центральных усадьбах нашего округа были участки, что, как говорится, в живую люди могли прийти и проголосовать. Там также присутствовали наблюдатели, как обычно. Нарушения, соответственно, тоже не зафиксированы. Необычно высокий процент участия избирателей в партийном праймерис «Единой России» – почти 12%. Для сравнения, в 2016 году на предварительном голосовании, когда также победил Сергей Коткин, явка была значительно ниже – немногим более 7%. Столь высокое участие избирателей в этом году в праймерис очевидно объясняется новым форматом голосования в онлайн-режиме. Ну а в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа можно было проголосовать на праймерис в очном формате. Как и обычно, это делается на основных выборах в единый день голосования. Единственная разница в том, что это было рейтинговое голосование. Свои голоса можно было отдать не за одного кандидата, а за весь списочный состав. В селе Тельвиско, которое считается культурной столицей округа, голосование прошло в праздничной атмосфере. Социально-культурный центр «Престиж» организовал для сельских жителей культурную программу с символичным названием «Голоса России». Песня будет о России, про Тельвиско, про Нарин Мара песня будет. Затем мы заходим в Дом культуры, где будет познавательная интересная, будет флешмоб «Споемся вместе». Ну и, конечно, познавательная викторина под названием «Наш дом – Россия». Будет четыре тура, вопросов очень много, потому что призовый фонд очень большой и хороший, поэтому играть будет с семьями, отдельными игроками. Будут трудовые коллективы, представительность от трудовых коллективов, то есть все желающие. Поэтому тема интересная будет и про Нарин Мар, и, конечно, про Тельвиску, и, в общем, о России, о том, чтобы они давали ожидания, чтобы поселили там по Госдуму, про Заполярный район, про Скибут. Избирательный участок предварительного голосования в Тельвиске, как и во всех центральных населенных пунктах муниципалитетов, открылся в 8 утра в воскресенье. Поставить отметку в бюллетене здесь могли не только жители Тельвиски и Макарова, но и горожане, а также жители поселка Искателей. На это время проголосовало порядка 20 человек. Явка небольшая. Вот сейчас наплыв был, потому что мероприятие в Доме культуры. Но думаем, что после обеда люди освободятся от своих домашних дел, придут, проголосуют. Все спокойно на участке у нас, видите, интересно людям, приходят, отдыхают и заодно голосуют. 30 мая жители Ненецкого автономного округа определились со своим выбором. Они проголосовали за кандидатов, которые затем будут представлять партию на выборах в Государственную Думу 8-го созыва. Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Депутаты совместно с представителями исполнительной власти округа обсудили реализацию постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. Депутаты принимали непосредственное участие в проведении дней Ненецкого автономного округа, а в Верхней палате регионального парламента выступали на заседаниях профильных комитетов. Совместно с администрацией округа держат на контроле реализацию постановления. Важно, что некоторые мероприятия уже выполняются, особенно в сельских населенных пунктах. 29-30 января прошлого года прошли дни в Совете Федерации, в которой принимали участие, также и депутатский корпус. было принято постановление по государственной поддержке по развитию социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, в котором было 23 мероприятия. 7 мероприятий уже снято. На сегодняшний день 16 мероприятий находятся еще в исполнении. Основное это то, что касается пристройки к окружной больнице. В 2021 году администрация подготовлена смета. Она составляет где-то 1,5 млрд. 900 млн. это средства федерального бюджета и остальные окружного. Предусматривается, что строительство будет сделано в 2022-2024 годах. В 2021 году из федерального бюджета выделены средства на проведение капитального ремонта двух учреждений культуры. Дома культуры поселка Красная и Умского центрального дома культуры. Размер субсидий около 19 млн. Ремонт будет произведен уже в этом году. Также выделена субсидия в размере 20 млн. рублей на проведение капитального ремонта культурного центра в селе Коткино. Работы запланированы на 2022 год. Также в соответствии с постановлениями по нацпроектам у нас предусмотрено федеральное средство 5 млн. на модульную библиотеку в поселке Красном. Но для этого должен быть сделан капитальный ремонт библиотеки. Поэтому в этом году выделяются средства окружного бюджета на капитальный ремонт данного здания. Надеемся, что в этом году оно уже будет сделано. Начаты работы по реконструкции аэропортового комплекса поселка Андерма. Срок исполнения контракта 31 января 2022 года. Стоимость 769 млн. рублей. Привлечение средств окружного бюджета на реализацию мероприятия не предусмотрено. По остальным мероприятиям ведется работа с профильными министерствами по выделению средств из федерального бюджета. В Ненецком автономном округе проходит всероссийская неделя приемов граждан по вопросам детства. Задать вопросы и предварительно записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Нарьинмаре. Прием граждан будет проводиться с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором санитарных правил. С 31 мая по 4 июня это тематическая неделя в рамках празднования Международного дня защиты детей. В приемной председателя партии Медведева Дмитрия Анатольевича депутаты всех уровней в регионе и Государственной Думы будут принимать граждан. То есть это и депутаты муниципального района, Заполярный район, это депутаты городского округа города Нарьинмар, депутаты собрания депутатов, Сергей Николаевич Коткин депутат Госдумы, наши сенаторы это Римма Федоровна Галушина и Гусев Ленис Владимирович. Также будут принимать участие уполномоченные по правам ребенка Гуляева Галины Николаевна, ну и профильный департамент. То есть все граждане, желающие обратиться, смогут выбрать того или иного депутата, либо должностное лицо и, соответственно, обратиться к нему за разъяснением, либо с проблемой. Довольно часто партия Единая Россия проводит тематические недели именно приема граждан, это была и юридическая неделя, это была неделя по вопросам здравоохранения, социальной защиты. Люди обращаются, ну люди обращаются и в постоянном режиме, да, то есть и повседневно могут позвонить с тем или иным вопросом. Поэтому проблему мы стараемся по возможности решить как можно быстрее, да, но когда требуется помощь квалифицированных специалистов, мы обращаемся к ним, в общем-то, и всегда с людьми на контакте. В собрании депутатов обсудили субсидирование межрегиональных перевозок. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету под председательством депутата Натальи Кордаковой. Участие в заседании приняли окружные депутаты, заместитель губернатора, руководители профильных департаментов. Информацию на заседании постоянной парламентской комиссии представил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Павел Масюков. Субсидии в рамках у нас межрегионального сообщения предоставляются в виде четырех отдельных субсидий. То есть это первая субсидия аэропорта, расположенная в районах Крайнеево-Северной местности. Это у нас так называемая малая авиация. То есть это Воркута-Каратайка, Воркута-Уськара, Харута-Инта, Харивер-Усинск и Несь-Мизинь-Несь. Депутаты предложили рассмотреть гибкий вариант квотирования льготных мест в зависимости от низкого или высокого сезона, уменьшить квоты в зимнее время и увеличить количество льготных мест летом. Бюджет формируется по прогнозам Минэкономразвития, по цифрам, которые там заложены. Это стоимость барреля, курс доллара и так далее. Поэтому сумма была заложена не полностью. На последние месяцы мы добавляли сумму в субсидируемые полеты по местным воздушным линиям. Самое главное, чтобы люди не волновались. У нас пик сезона, сейчас люди едут в отпуска. Мы очень плотно работаем с департаментом строительства ЖКХ транспорта и энергетики и согласуем дополнительные рейсы. Я по опыту прошлых лет знаю, что в июле мы делаем до 32 дополнительных рейсов для того, чтобы максимально удовлетворить вот эту самую транспортную доступность. Как отметил генеральный директор Нарьинмарского авиапредприятия, депутат собрания депутатов Ненецкого округа Валерий Остапчук, даже в условиях первой волны пандемии в 2020 году транспортная активность жителей округа по местным воздушным линиям снизилась только на 7%. Что касается доступности местных авиаперелетов для населения в условиях Крайнего Севера, то руководитель предприятия заметил. Пассажир, по сути, оплачивает только треть стоимости, реальной стоимости билета. Субсидии предоставляются на выполнение рейсов из Ненецкого автономного округа в города Архангельск, Сыктывкар, Киров и в обратном направлении. Еще одна субсидия относится к перевозкам в аэропорт Архангельска-Васьково. Субсидия предоставляется при выполнении регулярных авиарейсов по маршрутам из Васькова до Неси, Умы, Нижнепеши, Вижеса, Чижи, Индиги и Шойны. Председатель комиссии Наталья Кордакова отметила, что в ближайшее время будет проведено совещание по данному направлению полетов, поскольку, несмотря на субсидирование, цены на авиабилеты для жителей населенных пунктов на западе округа по-прежнему очень высокие. В завершении заседания депутат отметила, что на субсидирование межрегиональных перевозок будет дополнительно выделено порядка 80 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели было выделено порядка 355 миллионов рублей. Депутат Михаил Райан, представитель фракции КПРФ, в собрании депутатов Ненецкого автономного округа побывал с рабочим визитом в селе Коткино. Парламентарий провел встречу с жителями села, посетил социальные объекты. Жители обратили внимание депутата на то, что детскому саду и первому этажу школы требуется ремонт. Также есть потребность в стоматологе. Михаил Райан обещал обратиться в соответствующем запросам в профильный департамент. При посещении сельской аптеки Михаил Райан отметил, что лекарственные средства и препараты предоставлены в достаточном объеме и рецептурные, и безрецептурные. Депутат встретился с коллективом сельхозкооператива «Сул» и обсудил перспективы развития сельскохозяйственной отрасли на селе. На встрече сотрудники фермы рассказали о возможной проблеме с кадрами в будущем. Работники фермы – люди в возрасте, а молодежь интерес к сельскохозяйственной отрасли не проявляет. Также депутат собрания побывал в физкультурно-оздоровительном комплексе, отметив работу его сотрудников и неравнодушное отношение к спорту жителей села. Коткино славится в округе своими спортивными традициями. О предстоящих событиях, мероприятиях и заседаниях постоянных комиссий собрания депутатов Ненецкого автономного округа в программе «Законодатели» расскажет руководитель аппарата регионального парламента Татьяна Маломан. 4 июня состоится конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Данная конференция пройдет на базе Новгородской областной думы. В данной конференции примет участие председатель собрания Александр Ильич Лутовинов. Он выступит с тремя инициативами. Первая – это субсидирование бензина на селе. Вторая – упрощение процедуры госзакупок на Крайнем Севере и третья – расширение перечни резидентов арктической зоны. В течение месяца пройдут заседания профильных комиссий. На них депутаты обсудят вопросы, которые будут включены в повестку 37-й сессии собрания депутатов. На данной сессии депутаты рассмотрят следующие вопросы. Это изменения в окружной бюджет и ряд других региональных законов, а также будет заслушан доклад уполномоченным к правам человека. Сессия планируется 1 июля. Граждане нашего округа смогут посмотреть данную сессию в прямом эфире на сайте собрания депутатов или в эфире телеканала «Север». В Ненецком округе в преддверии Дня защиты детей побывал депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. В рамках рабочей поездки парламентарий посетил Центр социальной реабилитации «Особое детство». «Особое детство» – организация, которая специализируется на оказании помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Такие дети требуют особой заботы и внимания. В реабилизационном центре дети получают разные услуги, начиная от массажа, сенсорного развития, адаптивной физкультуры, заканчивая звукотерапией другими видами помощи. В преддверии Дня защиты детей, в преддверии большого праздника, 30 лет, День социального работника, в июне будет отмечаться, в рамках визита в Ненецкий округ посетил Центр реабилитации. Его организовала некоммерческая организация, социально ориентированная некоммерческая организация, которая выполняет общественно значимые функции и при этом занимается очень нужным и благородным делом, обеспечивая наших детишек, предоставляя соответствующие социальные услуги, помощь для того, чтобы особенные дети, дети с особыми заболеваниями могли получать и выздоравливать, проходить соответствующие процедуры и тем самым обеспечивалась бы реабилитация детей и их выздоровление. Организация «Особое детство» включена в региональный реестр поставщиков социальных услуг. Администрация округа компенсируется затратой организации на осуществление социальной реабилитации детей-инвалидов и детей, признанных нуждающимися в социальной адаптации. Выделены помещения для занятий, но проблемы еще не все решены. Ну вот сегодня у нас есть проблема, связанная с доступностью, да, объекта имеется в виду, то есть у нас паспорт доступности согласован, разработан, он имеется, проект вроде бы как бы есть, его надо двигать, но нет больших средств. Нам, конечно, сегодня одна из партий тоже пытается помочь в плане реализовать данный проект. Пока все проходит в стадии согласования, возможно, нам его согласуют. Но это не самая большая проблема, у нас еще есть проблема, связанная с отоплением здания. Мы тоже сегодня обратились к губернатору Нинецкого автономного округа, да, с тем, чтобы нам помогли или проспонсировали как-то за счет бюджетных средств, не знаю, через торги и так далее, потому что здание муниципальное, помогли сделать данный ремонт, потому что эту зиму мы пережили очень с трудом, было очень холодно, дети были и в носочках теплых, и в кофтах, потому что здание довольно-таки прохладно. Если попытаться абстрагироваться от самого факта существования огромного количества детей, страдающих тяжелыми заболеваниями и понятных эмоций, которые с этим связаны, на первый план выходит мысль о том, что им помощь нужна больше, чем кому бы то ни было. Наша общая задача – ментальная перезагрузка. Мы должны по-другому относиться к людям с инвалидностью, с пониманием того, что от этого никто не застрахован. Сегодня такая жизнь, что завтра любой из нас, не дай бог, может попасть в самую разную ситуацию и приобрести инвалидность. К сожалению, наблюдается опасная тенденция, у нас растет количество детей с инвалидностью, то есть детская инвалидность растет, это статистика, ну а взрослая инвалидность снижается по объективным причинам, потому что люди уходят из жизни, поэтому статистика она пугающая, именно поэтому на государственном уровне существует программа «Доступная среда», когда из федерального бюджета выделяются средства для создания безбарьерной среды. В завершении рабочей встречи депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Ярослав Нилов поздравил коллектив особого детства с наступающим днем защиты детей, днем социального работника и вручил подарки. Последний звонок прозвенел в школах округа для 208 учеников 11 классов и более 400 учащихся 9 классов. Традиционно выпускников с этим знаменательным событием поздравили депутаты окружного парламента. Слова поздравления выпускникам городских школ адресовали депутаты Анна Булатова и Ольга Карпова, Андрей Ружников, Николай Миловский, Матвей Чупров и Наталья Кордакова, Анатолий Курленко и Александр Чурсанов. Заместитель председателя собрания депутатов Ненинского автономного округа Максим Арбузов побывал на празднике «Последнего звонка» в средней школе номер 4, где побывала и наша съемочная группа. 11 лет всего лишь миг с точки зрения бесконечного. Учитель, школа и ученик – это понятие вечное. 11-классница Александра Леус посвятила свое стихотворение празднику «Последнего звонка». Это праздник с небольшой грустинкой. Выпускники прощаются с детством, но с оптимизмом смотрят в будущее. Подружки-одноклассницы Саша и Женя – будущие врачи. То, что это всего лишь следующий этап жизни начинается после выпуска. Уже определились, куда можно послечать? Да, в медицинский. Город пока еще не знаем. Ну, тоже медицинский. Посмотрим, как сдадим экзамены. Выпускник Андрей Петров настроен по-боевому, наверное, потому что мечтает стать военным летчиком. Для него последний звонок – повод собраться перед предстоящими экзаменами. Военная академия военной авиации имени Серово. Переживаешь, волнуешься за экзамены? Нет. Почему? Спокоен, как всегда. Чего мне переживать? А вот родители Андрея с ностальгией вспоминают тот день, когда их сын первый раз переступил порог этой школы. Ну, для меня это очень волнительно. Ребенок вырос, я это понимаю. Он переходит в новую взрослую жизнь, улетит из родного крыла, и это очень, с одной стороны, грустно, а с другой стороны, радостно, потому что он будет искать себя. Я очень надеюсь, что он себя найдет достойно. Вот он был первый звонок, когда мы его привели в эту школу. Вот он уже последний. Поэтому это же, с одной стороны, как будто какой-то праздник, потому что сын, да, действительно вырос, переходит в другую жизнь. А с другой стороны, и грустно, потому что он покинет нашу семью, поедет учиться. Школьный вальс в исполнении 11-ти классников. Педагоги тоже грустят. На их глазах из маленьких смешных девочек и мальчиков выросли совсем взрослые люди. Еще немного они сдадут экзамены, продолжат учебу в средних и высших профессиональных заведениях. Конечно, переживаем за то, что будет дальше с детьми. Хочется, чтобы они сдали хорошо экзамен, они поступили, они выучились и нашли хорошую достойную работу. И в жизни у них сложилось все отлично. Нам очень приятно, что вы смогли доучиться до звания выпускники школы. И особенно приятно, что мы причастны к вашим успехам. Не меньше выпускников сегодня волнуется директор школы Наталья Ануфриева. Ведь для нее выпуск из стен этой школы первый. Пожелаю в первую очередь хорошо сдать экзамен ЕГЭ. Самый первый для них в жизни серьезный экзамен. Удачи, счастья, здоровья. Всего самого лучшего. Доброго пути и успешной сдачи выпускных экзаменов одиннадцатиклассникам желали гости праздника. Вице-спикер окружного собрания депутат Максим Арбузов напутствовал их. Парламентарий пожелал успехов в достижении поставленной цели. Поблагодарил родителей и педагогов за трудолюбие, мудрость, безграничное терпение и достойное воспитание детей. Ребята, это и девчата. Наверное, первый серьезный экзамен в вашей жизни. Но он не смертельный, он не страшный. И таких экзаменов будет еще много. Напомню, в 2021 году в школах Ненецкого автономного округа выпускается 208 учеников одиннадцатых классов и более 400 учащихся девятых классов. А в понедельник, 31 мая, выпускники одиннадцатых классов этого года и прошлых лет приступили к сдаче единого государственного экзамена по различным предметам. По литературе, географии и химии. Их сдавали 70 человек. Здесь садут свесть. Жители Нарьинмара приняли участие в экологической акции «Сад памяти». В парке «Юбилейные» сотрудники Департамента природных ресурсов экологии и агропромышленного комплекса, депутаты городского совета и волонтеры высадили более 60 молодых деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Участие в экологической акции принял председатель Совета депутатов города Нарьинмара Юрий Суйский. Доброволец Марк Хромцов – участник экологической акции «Сад памяти». Сегодня посадил первое в своей жизни дерево. Говорит, это совсем не сложно. Нужно выкопать ямку подходящий размер, чтобы сюда можно было посадить дерево. Обороженную землю положить и закопать. Потом подровнять все края, которые не ровно, и потом начать делать барьер, чтобы потом полить, чтобы вода не вытекла почти по земле. Вот так лунка от лунки парк «Юбилейный» заполняется все новыми деревьями. Сегодня это более 60 саженцев березы и лиственницы. Тонкости всегда одинаковые. То есть найти хороший саженец, с любовью его посадить в землю. Вот и все тонкости. Мы сегодня привезли сюда лиственницу, березу из полосы отвода газопровода. Соответственно, порядка 60 деревьев. В акции приняли участие сотрудники окружного департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, а также структурного подразделения департамента, депутаты горсовета и волонтеры. Я думаю, это хорошая, прекрасная традиция, чтобы принимать участие для красоты нашего города. Наверное, было бы интересным, чтобы дать больше информации. Я думаю, граждане многие откликнулись на данное мероприятие. Это замечательно и хорошо. В акции «Сад памяти» жители Нарьинмара участвуют во второй раз. Экологические мероприятия в памяти погибших воинах Великой Отечественной войны проходят во всех российских городах с 18 марта по 22 июня. Мы надеемся, что все эти саженцы действительно взойдут. Гуляя здесь, обращая внимание на все эти зеленые деревья, мы будем вспоминать все-таки тех героев, которые ушли безвозвратно, и благодаря которым мы сейчас живем с вами здесь. Общей сложности в нашем регионе в память об участниках Великой Отечественной войны в этом году планируется посадить порядка ста саженцев. И на этом у меня все. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok